Приветствую вас. Знаете, вот первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы хотите в семью. То есть вот я бы серьезно обратил бы ваше внимание на то, что вы хотите в семью, то есть я бы спросил вас о том, так а зачем, зачем вам, ну, семья, да, то есть вот откуда такая вот потребность в... в семье, почему вы хотите в семью. То есть у меня вот такое впечатление сложилось, что вам не столько человек важен, сколько семью с ним построится, словно говоря. А это уже ваше желание, это уже ваши потребности, это уже ваша потребностная сфера, в которой вы, очевидно, не очень разбираетесь, судя по тому, что пишете. Вот. Так что идея здесь именно в том, чтобы постараться определить в первую очередь, для чего вам семья. Второе. Если вы, так получается, что выбираете себе мужчин безответственных, то есть очень большая вероятность того, что вы сами слишком ответственны. То есть есть очень большая вероятность того, что вы слишком правильная, слишком такая вот всё контролирующая и так далее. Я в этом, конечно, не уверен, да, я не уверен в том, что это прямо так на сто процентов, но я думаю, что как минимум вероятность того, что ситуация складывается именно так есть, она достаточно высокая. Вот. Следующий момент. Какая модель вашего женского поведения вами же продвигается, то есть как вы ведете себя как женщина. Следующий момент. Вы говорите, что вот один раз мужчина не проявил наше уважение, один раз не сдержал слова, всё, вы сразу с ним расстаетесь. То есть, знаете, вот это выглядит таким образом. Это выглядит так, что вы как-будто ищите, как-будто вы ищите основания, для того, чтобы с мужчиной расстаться. Такое ощущение, что вы ищите, вот прямо ищите возможность, значит, с человеком расстаться, ищите возможность, начнём вы его, его, ну, подловить. Грубо говоря. Если это так, то, на мой взгляд, с этим нужно работать. Так же. Потому что играете вы в психологическую игру, таким образом попался сукин сын. То есть, вы подлавливаете мужчин на их ошибках. Вот. Следующий момент. За подобным поведением стоит страх серьёзных отношений. Честно. Почему? Либо по причине негативного опыта, либо по причине того, что вы сами к семье ещё не готовы. А просто ходите в семью, потому что так нужно, что так важно, но сами вы к семье не готовы. Просто, ну, просто не готовы. Вот. И таким образом, вы просто-напросто боретесь с необходимостью быть в семье. Так что она идёт извне. Это вот необходимость быть в семье, да, она идёт извне. В таком случае, тут нужно уже осмотреть, что для вас значит семья и снижать уровень значимости семьи для вас. Потому что сверх мотивация порастает очень, очень такой серьёзный негатив. Сверх мотивация создать семью. Следующий момент. Что общего между вами и мужчиной? Вот что общего между вами и человеком? Что вас связывает? Вот. Насколько вы, ну вот, с человеком активно взаимодействует? То есть, насколько он видит вас как личность и видит ли? И здесь, понятное дело, что на первый план выступает то, как вы знакомитесь с мужчинами. Где вы знакомитесь с мужчинами? По поводу чего вы знакомитесь с мужчинами? Что становится общим между вами и мужчинами? Это очень важная история. Потому что недостаток негендерного взаимодействия на первых этапах. Ну, соответственно, приводит к негативу в отношениях. Поэтому я задаю вам этот вопрос сейчас. Насколько вы, значит, объединены с потенциальным мужчиной, общими интересными. Вот. Ну и объединены ли вы вообще? Потому что там еще так вы говорите, что, как вы пишете, можно предположить, что мужчина, знаете, проверку проходит. При взаимодействии с вами. А все-таки это работает лучше. Я имею ввиду построение отношений, когда люди ведут себя максимально естественно, максимально непосредственно. Вот. И не пытаются быть теми, кем они не являются. Вот. Следующий момент. Надежность. Вы говорите, что хотите надежного мужчину себе. И у меня к вам вопрос. Почему вы хотите себе надежного мужчину? То есть, что такое, что такое, по вашему мнению, надежный человек? Что он, этот надежный человек, по-вашему, опять же, по-вашему, из себя представляет? А без него вы себя чувствуете не защищенной? Что вы хотите надежного человека? Почему? Опять же. То есть, мне думается, что все вот эти вопросы, их нужно проработать, раскрыть, поисследовать. Понимаете? То есть, я понимаю, что вам 35 лет, и что вы хотите семью. Но возраст здесь особого значения, кроме только некого такого, ну, субъективного. Возраст значения не имеют. Абсолютно. Вот. Поэтому, будет очень здорово, если вы для себя этот момент выделите. То есть, вот, выделите момент. Играет ли роль возраст? Боитесь ли вы, к примеру, чего-то связанного с возрастом? Опять же. А строили ли вы отношения раньше с мужчинами? То есть, вы пишите, отношения у меня все краскосрочные, одна неделя пять месяцев. Так было, я так понимаю, всю жизнь. Всю жизнь вы выбирали мужчин вот таких. Безответственных. Ну, может быть, не доиграли. Да, просто не доиграли в детстве. Может быть, вы просто чересчур серьезны. Вот. Вам, может быть, не хватает именно такой вот, ну, возможности расслабиться. Вот. Вот. По сути дела. Я, конечно, не знаю, опять же, как обстоят дела, но думаю, что как минимум, как минимум, в эту сторону посмотреть тоже стоит. Просто потому, что варианты могут быть. Вот. Примерно так. Я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Значит, вы говорите, помогите, пожалуйста, разобраться. Значит, смотрите. Если вы на протяжении, ну, я не знаю, какого количества времени, ну, скажем, в течение нескольких лет даже, совершаете одни и те же действия, то вы себе, вот так, не разберетесь. Так вы не разберетесь в себе. Это. Ага. Забав вопрос. Ну, публичный. Вот. Вам нужно, ну, побеседовать со специалистом. И, побеседовав со специалистом, вы сможете, конечно, лучше себя понять и лучше себя узнать. И, в общем-то, у вас будут все шансы на то, чтобы иметь представление о том, что вот происходит, ну, между вами. И потенциальными мужчинами, с которыми вы взаимодействует. Вот. Я думаю, что ответ вам может быть примерно такой. На этом все. Надеюсь, что помог вам и дал пищу для размышлений. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.